аферист со школьной скамьи я хотела бы заявить что я попалась руки башенников жить и не работать 16-летний подросток вместо учебы обводил вокруг пальца пожилых людей на что потратил сорванный куш чужие родные в бобруйске проходит акция насилию в семье стоп я сейчас вот задумался об этом дети были самой семьи унижение шантаж запугивание сколько домашних тиранов привели к ответственности расти до небес мое хорошее в городе задержан агроном психоактивных веществ мужчина пояснил что выращивал данное растение для последующей продажи сколько удалось заработать это сирена громкие чп за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте от профилактической беседы до предписания бобруйске проходит акция насилию в семье стоп каждый месяц в городе фиксируется около 200 бытовых конфликтов это только те кто обращается в милицию чаще всего абьюз происходит под синий глаз а тех кто переходит границы татьяна горбач в эту квартиру на шмидта инспектор по делам несовершеннолетних заходит регулярно под особым контролем семья где дети находятся в социально опасном положении а тут их четверо постоянная ругань и драки пьяных родителей для них обычное дело пара уже привлекалась к административной ответственности если не возьмется за ум может лишиться самого дорогого вот сказали мне на комиссии ну как в суп поставили на комиссии сказали по типу что даже куска хлеба не будет хватать если ну будет высчитывать вам заплаты почти не будет хватать там вот 60 70 рублей получать коммунально даже не за что будет заплатить я сейчас вот задумался в этом чтобы дети были самой семье в доме по улице 8 марта вместе с мамой и бабушкой живут двое мальчишек семья только недавно смогла узнать что такое тишина и покой старшего сына дебоши разобрали на лечение в лтп основная причина агрессии и рукоприкладство зеленый змей сегодня в бобруйске на учете в наркологическом диспансере состоятся выше двух с половиной тысяч злоупотребляющих спиртными напитками из них 23 процента женщины большинство пагубную привычку не признают по итогам 12 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории города бобруйска отмечается снижение убийств а также зарегистрированных тяжких особо тяжких преступлений а также преступлений в сфере семейно-бытовых отношений проблему государства решает силами нескольких ведомств к акции насилию в семье стоп подключаются не только органы внутренних дел но и центры соцобслуживания населения с кризисными комнатами именно туда могут обращаться те кто оказался в опасности в режиме 24 на 7 работают службы психологической поддержки свою лепту вносят и социальные педагоги знают всю ситуацию изнутри как в этом доме на бахарова где живут трудные подростки положительную сторону динамика есть и девочки молодцы ну и как мама уже можно характеризовать ее только с положительной стороны в 2022 в беларуси к административной ответственности привлечено более 40 тысяч тиранов на номер 102 поступило свыше 100 тысяч обращений о помощи сейчас идет работа над созданием реестра информации о фактах домашнего насилия к июлю 24 она будет завершена до этого банк данных интегрирует в общегосударственную автоматизированную инфосистему абьюзер должен понимать на любой кулак найдется правовой ответ татьяна горбыч станислав чечерин сирена бобруйский задержан местный житель который с дома сделал парник для конопли 32-летний неработающий местный житель соорудил помещение специально приспособленное для выращивания каннабиса при обыске были обнаружены емкость грунтом и несколькими растениями гроу бокс оборудование для вентиляции освещения система полива семена электронные весы а также более 100 граммов марихуаны мужчина пояснил выращивал дурман для продажи фигурант задержан в отношении него следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков летучий горючий и жгучий в бобруйский правоохранители изъяли почти тонну спирта 58-летний неработающий местный житель в своем сарае хранил 207 канистр таким образом он хотел заработать тару жидкостью попросил у себя оставить наглядно знакомый ему мужчина который в качестве мзды за услугу обещал оставить один контейнер с горячительным за незаконное хранение спирта содержащей жидкости грозит административная ответственность штраф до 100 базовых с конфискацией 16 лет ума нет могилеве задержан малолетний курьер телефонных аферистов я хотела бы заявить что я попалась руки бошенников пожилой женщине областного центра позвонили неизвестные рассказали и ее дочь якобы стала виновницей дтп с пострадавшими и хоть 64-летняя женщина знала об этом обмане стрессе все же отдала кровные 8 тысяч евро ушли как дети в школу чуть позже сыщики арестовали курьера 16-летнего местного жителя он нашел объявление подработки в интернете забрав деньги отвез их на такси в минске передал посредником получив определенную сумму за работу парень потратил ее на приобретение мобильного телефона в отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело воровали до конца растеряли в могилеве застройщики обманули клиентов почти на 100 тысяч пострадавшие четыре многодетные семьи под строительство жилья не получили льготные кредиты для выполнения работ заключили договоры с коммерческой организации и предпринимателям но те как выяснилось не чисты на руку стоимость материалов и количество работ оказались астрономическими в отношении добросовестных застройщиков следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере на протяжении двух лет директор строительной фирмы и бизнесмен который занимался закупкой материалов систематически завышали объемы выполненных работ и стоимость израсходованного преступникам грозит до 10 лет лишения свободы по бруське за неделю произошло четыре пожара три человека погибли в районе 2 но без жертв 27 января в половине первого дня на пульт мчс поступил звонок жители сообщили о возгорании бани в районе черепков по прибытии первых подразделений из-под кровли шел дым хозяев на месте не было в результате повреждена стена пострадавших нет специалисты устанавливают причину предполагаемое нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств 28 числа около полудня мужчина сообщила пожаре соседнего дома садоводческом товариществе сосновы как итог разрушена кровля по всей площади обуглены стены потолок уничтожено имущество сарае повреждено прикрытие и все что находилось внутри пострадавших нет в причинах будут разбираться специалисты в этот же день загорелся гараж в деревне ламы когда на место приехали расчеты мчс постройка полыхала как изнутри так и снаружи благодаря слаженной работе огнеборцев от огня спасен дом и ход сбок в результате повреждено перекрытие обуглены стены пострадавших нет всего же с начала года в бобруйске произошло 9 пожаров погибло три человека в районе 2 без гибели мглевской области 75 возгораний мчс напоминает берегите себя и свое имущество от огня два человека погибли еще четверо в больнице в результате аварии под бобруйском дтп произошло на тридцать первом километре дороги бобруйск-мозырь 23-летний водитель форда при обгоне вылетел на встречку где столкнулся с пижом пассажир американца 35-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались на месте гаи призывает быть предельно осторожными за рулем соблюдать дистанцию выбирать безопасную скорость избегать резкого торможения и опасных маневров погоня длилась недолго в кричеве водитель жигулей пытался скрыться от сотрудников гаи инспекторы подали сигнал об остановке однако 43-летний мужчина не подчинился законным требованиям через несколько минут гонщик все-таки был вынужден нажать на тормоз на нарушителя составлено 12 протоколов отмет освидетельствования местный житель отказался известно три года назад на этом же авто лихач уже попадался дорожной милиции причем в нетрезвом состоянии попытка не пытка в могилеве нетрезвый водитель хотел убежать от сотрудников гаи инцидент произошел на переулке гоголя представители закона остановили volkswagen инспектор предложил водителю пройти в служебный автомобиль но тот бросился на утек правда беглеца подвела физическая форма мужчину задержали освидетельствование показал один и три промилле алкоголя ранее 41-летний могилевчанин уже попадался за управление под градусом госавтоинспекция напоминает за повторное игнорирование правил в течение года нарушитель привлекается к уголовной ответственности при этом предусмотрена конфискация транспортного средства съедобно не съедобно в могилевской области подростки отравились мухоморами скучно вы живете в декабре прошлого года трое подростков 15 и 16 лет захотели получить новые ощущения для этого в интернете заказали 30 граммов сушеных грибов как и положено в инструкции елей ложкой запивали водой но вместо галлюциногенного эффекта почувствовали себя плохо и стали терять сознание около полуночи скорая доставила всех четверых в реанимацию с диагнозом острое отравление это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я кристина рианц увидимся через неделю